Продолжение следует... Как выбрать автошколу? Ну, наверное, спросить у ребят, которые уже прошли обучение, в какой автошколе им понравилось учиться, почему, с какой попытки в ГАИ они сдали экзамен и как они себя чувствуют на дороге. И если ребята посоветуют определенную автошколу, надо туда идти. Довождение могут не допустить, во-первых, тех граждан, которые по медицинским показаниям не подходят. То есть, если есть какие-то противопоказания, которые не могут пройти водительскую медицинскую комиссию. Есть ряд заболеваний, с которыми просто медкомиссию не пройдешь. Кроме этого, возраст, конечно, имеет значение. Обучаться в автошколе можно, начиная с 16 лет, а вот сдавать в ГАИ с 18, поэтому раньше этого возраста тоже не станешь водителем. Начинать можно учиться с 16 лет, закончить обучение, получить свидетельство об окончании курсов, но сдавать экзамен можно будет только в 18 лет. Имея категорию B, для того, чтобы получить более высокую категорию, например, категорию C, D, E, надо проходить полное дополнительное обучение. Для того, чтобы более низкую категорию, категорию A, получить, можно пройти только переподготовку, то есть, пройти уроки по вождению, и можно пойти сдать практический экзамен в ГАИ города и получить водительское удостоверение на категорию A. Для того, чтобы стать водителем, во-первых, надо иметь для этого желание. Желание пойти учиться. Чтобы записаться в автошколу, прежде надо пройти медицинскую комиссию, именно водительскую медицинскую комиссию, и предоставить медицинскую справку в автошколу. Остальную информацию можно прочесть на сайтах автошколы, в которые вы собрались идти. Заранее, самостоятельно готовиться не надо для того, чтобы пойти учиться в автошколу. Это сделают преподаватели, инструктора по вождению. Они это сделают лучше. Есть такие ребята, которые боятся сесть за руль, боятся идти в автошколу, а вдруг у меня не получится вообще, боюсь транспорта, боюсь управлять автомобилем. Этот страх пройдет, если не после первого урока вождения, то после второго. Поэтому не надо бояться, надо смело идти и учиться. И у вас все получится. Хороший водитель – это тот, который прошел достаточно хорошую подготовку, первоначальную подготовку в автошколе. То есть у него были хорошие преподаватели, хороший мастер по вождению. То есть он получил такой багаж знаний, который поможет ему вырабатывать именно положительный опыт на дороге. Ему будет комфортно управлять автомобилем, ему будет не страшно на дороге. Большое значение имеют психофизиологические качества человека. Хорошим может стать водитель, смелый водитель, который умеет распределить свое внимание и удерживать это внимание, у которого присутствует стрессоустойчивость. И, конечно же, водитель должен быть дисциплинирован. Здоровье тоже имеет большое значение, особенно хорошее зрение поможет водителю хорошо себя чувствовать на дороге.